Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Полюбуйтесь на вновь пришедшую зимнюю сказку. Вчера был обильнейший снегопад и плюсовая температура. То есть и с неба идет, и потом на земле льет. Ну, а начался новый день, начались новые заботы. И я решила сегодня начать свой день, ну, во-первых, с чашечки кофе, во-вторых, с покраски часов. Как же хорошо иметь свой дом. Вышел себе во двор и занимайся. В доме не воняет краской, ты можешь расположиться, никому не мешать, и тебе никто не мешает. Вот я покрасила кронштейн вот с этой птичкой. Сейчас мало понятно. В общем, положила картонную коробку из-под часов на табурет, который тоже реставрировала. И из баллончика покрасила вот этот замечательный кронштейн. Ну, пока снега нет, пусть он здесь немножечко посохнет. И потом, конечно же, все это занесу в дом. Краску я использовала, ну, не совсем дорогую. Киду, по-моему, 170 рублей что-то такое покупала в строительном магазине. Красила, если помните, я вам рассказывала, красила кнопки синего цвета под шубу. Ну, естественно, мне нужны были черные кнопки. Вот, купила краску, и она, конечно же, мне благополучно пригодилась. Уже покрасила я даже часы. Сейчас подойдем к ним. Они висят здесь у меня, на сарайчике. Вот такие пока страшненькие. Заклеила я вначале контур вот этого циферблата с выступом. Вот вы видите. Это здесь малярный скотч. И в центре просто листик из тетрадки вырвала и поместила, в общем, остатками скотча малярного. Залепила этот круг внутри, чтобы не закрасить, естественно, циферблат. Вот, конечно же, красить нужно тоже уметь, чтобы не было подтеков. Поэтому, встряхивая баллончик, не подносите его близко к месту покраски. То есть, так это издалека, может быть, даже на полметра, а то, может быть, и больше. Распыляя легонечко, не спеша, не торопясь. Может быть, вы покроете это двумя слоями. Самое главное, чтобы не было вот этих неряшливых подтеков. Ну, вроде-то, у меня все получилось. Вот, повесила здесь сушиться эти часы. Здесь такой небольшой навес. Если даже падет снег, ничего страшного с этими часами не будет. Ну, и дальше занималась я покраской. И что-то так взгляд упал на лампу уличного освещения. Во дворе я имею в виду, дворного освещения. Вот она. Посмотрела, а этот плафон наполовину заполнен водой. Представляете? Еще бы немножко, и в патрон бы пошла вода. И тогда уже недалеко до короткого замыкания. И к тому же, еще в этом плафоне стояла лампочка Ильича, как называют. Вот те старые лампочки, вы понимаете, которые много кушают электричества. Вот, открутила плафон. Принесла знаменитый стул, который нам здесь оставили. И он, ох, как нас выручает. Он такой, вы знаете, крепкий на самом деле. Потом я его покрашу, заменю сидушку. Ну, я вам уже об этом рассказывала. И будет хороший, хороший, добротный стул. Да еще с историей. А вот. Так что, еще заменила лампу на светодиодную. Конечно же, вылила воду из этого плафона. Хорошо, чтобы вот взгляд просто, знаете, так по-хозяйски поднялся вверх. Я, собственно говоря, хотела смотреть на крышу. Сколько же там еще будет течь. Ну, снега дофига. Как раз это вот пристройка, где ванная, где течет. И вот взгляд остановился у меня на вот этом плафоне. Смотрю, а там вода. Думаю, вот это новости. Давай скорее нести стул, откручивая. Там еще и лампа Ильича, которая тянет много электричества. Иногда вот так вот уходишь куда-нибудь в магазин вечером. И я оставляю, естественно, свет на улице. Ну, чтобы возвращаться в светлый двор. Поэтому включаю лампу, уходя. Ну, вот экономия теперь будет, потому что вставила другую лампочку. Давайте выйдем на улицу. Я вам покажу зимнюю сказку. Прям, ну, очень хочется мне это показать. Я выносила мусор уже. И до чего же там красиво. Хорошо, что я почистила снег вчера. Посмотрите, сколько снега даже лежит вот на газовых трубах. Все облеплено снегом. Все. Ох, богатая зима на снег. И посмотрите, какие красивые деревья. Вот это вот дерево соседское. Я наблюдаю в окошко. И, в общем, опять пришла зима. Опять все заметено. И наша крыша тоже вся в снеговье. Была же лысая и ржавая. Вот теперь, сегодня, может быть, даже буду выискивать краску. Ну, крыша здесь из оцинкованного железа. Причем такого хорошего. Ну, так скажем. Сейчас я поменьше сделаю. Вот. Хорошего, толстого. Но вся ржавая. Может быть, вы мне подскажете. Может быть, тоже у кого-то была такая проблема. Или такая крыша дома. Какой краской вы ее красите. Очень буду вам благодарна за ваши советы. Вот. Ну, а сама, конечно же, приду домой. Буду рыться в интернете. Буду смотреть любимый YouTube. Я уже это делала по осени. Ну, естественно, надо освежить информацию. Потому что информации много. Одни советуют одно. Другие другое. Вот. Конечно же, красить будем сами. Никого просить не будем. Сейчас вот снег сойдет. В мае у Леши отпуск. И начнем с крыши. Ну, а потом, конечно же, будем заниматься облицовкой вот этой пристройки. Так что вот такие дела. Шуршу по хозяйству. Друзья, ну что, показываю результат проделанной работы. Но не обошлось без приключения. Сначала очень расстроилась, а потом даже и обрадовалась. Короче, часы сейчас без стекла. И с одной, и с другой стороны. Не знаю, что случилось, когда я заклеила скотчем малярным. И внутри был просто лист бумаги из тетради вырванный. Когда отклеила скотч, значит, там, где был скотч, ну, это где-то вот так вот, вот здесь, вот в этом районе, все было нормально. А центр, вот это оргстекло стало мутным, некрасивым. Вот, пришлось его просто выломать. Вот, и с одной, и с другой стороны. И теперь часы, вот, выглядят вот так. Сначала я, конечно, очень расстроилась. Все-таки 1400 рублей. Но, а сейчас даже обрадовалась. Почему обрадовалась? С моим зрением, вот вы видите, здесь, ну, вот эти розочки и черные стрелки, как-то не очень видно. Непонятно, какое время. И еще это стекло от окна отсвечивало. Очень сложно было разобрать, сколько времени. Сейчас же ничего не отсвечивает. Все очень хорошо видно. Ну что, вот просто такие часы без стекла. Так что, если будете красить, обклеивайте все стекло малярным скотчем. И ничего не будет. Потом просто его удалите, и все. Вот. Ну, это если вы рисковый человек, и как бы готовы к тому, а вдруг у вас не получится. У меня получилось наполовину. А может быть, даже так тому и быть. Может быть, это чье-то проведение, чтобы мне всегда было видно, сколько время. И без стекла тоже часы смотрятся замечательно. Ну, что сказать. Конечно же, черный цвет часов на белом потолке, на белом вот этом столбике, если так можно выразиться, намного смотрится эффектнее. Вот так вот они тихо тикают. Вот если вы услышите. Что еще я собираюсь сделать? Коль теперь нет стекла, я стрелочки и цифры покрашу светящейся краской. Она называется правильно люминесцентная. Вот так как-то. Вот завтра она придет на озон. Я все это дело покрашу. И еще это будет удобно в ночное время. Можно будет, не включая свет, видеть часы. Ну и, наверное, это еще к тому же будет и красиво. А стекло на самом деле не снималось. Я же краску эту заказывала, чтобы здесь покрасить цифры. И во всех часах стекла на самом деле снимаются. А здесь они не снимались. Видимо, стекло приклеивалось уже вот сверху циферблата. Так что, видимо, знаете, как наши мысли материальны. Вот хотела я покрасить эти цифры и стрелки краской. А тут вот такое стекло. Видимо, кто-то там наверху услышал, что я хочу покрасить. И подвел все так, что мне нужно было избавиться от стекла. Но это так, мои измышления. Так что вот так вот это выглядит. Я сейчас встала на стул, чтобы вам показать. Сейчас слезу на пол, покажу, как это смотрится с пола. Вот так вот это смотрится с пола. Вот я стою сейчас возле столешницы на кухне. И, по-моему, очень даже хорошо. Сейчас вот отойду в зону спальни. Вот так вот это смотрится со стороны спальни. Ну, в общем, в целом, я все равно довольна. Вот то, о чем я вам говорила. Видите, здесь вот небольшие вот такие саморезы. Это я вам другие часы показываю. И можно спокойно снять. То есть раскрутить эти саморезы и добраться до циферблата. И вот в этих часах я тоже покрашу стрелки этой бесцветной светящейся краской стрелки и цифры. И очень удобно будет смотреть на стену, ну, как бы на часы. Даже ночью проснулся, посмотрел и видишь приблизительно, не приблизительно, а точно, сколько время. Ну, что, друзья, я варю борщ. Поставила. Вчера сварила бульон. Сегодня не хватило сил доварить до конца. Уже все готово. Нарезана капуста. Сделана поджарка. Я всегда делаю такую шикарную поджарку. Много свеклы режу. Ну, и так сказать, тушу растительное масло, водичка, и вот она тушится. Потом добавляю сюда нарезанный чесночок, лучок и морковку. Еще какое-то время тушится. Добавляю растительное масло и добавляю томатную пасту. И вот такая шикарная поджарка получается. Останется почистить картошку, загрузить, сварить до полуготовности, добавить капусту и потом эту поджарку. И почь будет просто замечательная. Да, еще не забываем про смесь перцев. В Светофоре продается целый набор за 230 рублей, по-моему, с мельницей. Обратите внимание, хорошая вещь. Вот я добавляю и в поджарку, и потом еще хмели-сунели. Ну, в общем, специй у меня всегда много, и, в общем, это мне нравится. Ну, а пока закипает бульон, варится картошечка, решила вам показать вот эту идиллию, вот эту вот парочку. Пока здесь стоит гладильная доска, в общем, положила вот эту сидушку, которую я заказывала в Альберис, и вот здесь спит эта парочка. Они уже давным-давно друг друга знают. Кузьма как-то более трепетно относится к Пусе, меньше ее обижает, чем Монька. Ну, Монька не кастрированный, его интерес понятен. Вот. Ну, а Кузьма уже такой степенный. Да-да-да, ты мой сладкий, ты мой хороший котик. Ты мурчишь? Ой, как хорошо. В этой комнате это вот рабочий кабинет. Если кто не понял, я сейчас покажу вот эту штору, вот это кресло. Это будет мой рабочий кабинет. Ну, а пока до кабинета еще не скоро. Вот здесь вот поставила гладильную доску и устроила лежбище котика. А Монька отдыхает в ванной на полу, на теплом полу. Ну, вы знаете, Монька тоже может спать рядом с Пусей. Вот ночью они меня обкладывают со всех сторон. И ночью как-то они спокойно спят друг с другом. Ну, а днем, конечно, он ей не дает покоя, в отличие от Кузьмы. Кузьма даже прибегает защищать их. Если там уж ор такой от Пуси исходит, то Кузьма подхватывается и бежит защищать свою возлюбленную. Вот такая кошачья идиллия. Сегодня у нас пасмурно, тает снег, в ванной течет потоп, поставила еще тазы. В общем, ждем весну, чтобы все это дело проверить, посмотреть, что там с крыши над ванной, ну и, конечно же, устранять эту течь. Будем, короче, смотреть. Друзья, ну а здесь полный песец, если так выразиться по-русски. В общем, течет со всех, вот просто со всех дыр. И у меня даже не хватает тары, куда это все стекает. Моня, а ты так лежишь между этими потоками, да? Монька лежал вот там, вот на коврике, потом перебрался сюда, там тоже, видимо, стало, вот он головой машет, наверное, капля попадает. А у меня лежала здесь плиточка, сегодня я одну партию сделала, но она вся благополучно намокла, и ведь с утра же здесь ничего не капало. Ой, вот поставила последнее ведро, в общем, наверное, будет течь везде. сейчас эту плитку буду убирать, пеленку эту, конечно, на выброс, она, видите, впитала всю эту воду, здесь вообще, посмотрите, сколько воды. Ой, в общем, друзья, все равно, все равно душа радуется, вы будете смеяться, на самом деле, да? А мне вот прям просто смешно. ну, ну что, это как бы не самое страшное, но и эту неприятность мы переживем, как в той песне, да? Все это, конечно, устранится, вот там даже текло, даже течет, где вообще не текло, вот здесь вот над ванной, вот капля висит. Короче, я так понимаю, что сейчас будет течь во все дыры, у меня такое, знаете, чувство, все-таки, у меня есть там в сарае маленькая, маленькая лестница, но опасно, конечно, опасно, нужна лестница побольше, хоть иди к соседям и проси. Хочется залезть на крышу и все-таки посбрасывать этот снег. Вот, может быть, сейчас доварю борщ и, ну что, пойду к соседям, пойду к соседям, к Насте и Диме просить лестницу, чтобы залезть на крышу. Вот, ну, потому что такого вообще не было. Ну да, подтекало, но чтобы вот так, значит, на улице просто плюс и все это, конечно же, течет. А давайте посмотрим. Ну да, ноль, ну, наверное, все-таки больше. Я повесила градусник, вот здесь вот у нас окошко, вот это в ванной, очень удобно смотреть. И здесь, ну, так скажем, достоверная информация по температуре. Ой, ну, сугробище, конечно, еще те. Ну что, друзья, пока я там боролась с водой, здесь сварился борщ. Вот еще добавлю приправу хмели-сунели, очень люблю. вот такой красивый, наваристый получился борщ. Сейчас немножечко кипнет, минут 15. Я вообще люблю очень густой борщ, чтобы, так сказать, вот ложка, ой, ложка практически стоит. Хорошо, что не утонуло. Вот, сейчас попробуем еще на соль. Осталось буквально минут 15. И всем приятного аппетита. Все, мои хорошие, на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Благодарю всех, что просмотрели это видео до конца. Благодарю всех, что ждете мои видео. Мне очень-очень приятно. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Сидникова. Пока-пока.